Всем привет! Мы далеко не ушли, мы остались все на том же месте. Давайте у Алассан Давена еще возьмем задание. Давай укорим о том, что принесет нам прибыль. Звон монет манит меня. Что еще тебе нужно? Ядовитые железы кровавых пауков. Конечно, пауки просто так с ними не расстанутся, но и награда будет достойной. Хочешь рискнуть жизнью ради сияния золота? Ради золота? Наверное. Ты найдешь их выше на холмах. Принеси мне их железы. Чем больше будет в них яда, тем лучше. Я уверен, что немало выручу за них в аквелонии. Я вот только что оттуда, я думаю, оттуда не пойду. Прощай. Я еще приду. Я обязательно выполню это задание. В той стороне, кстати. Да. В той стороне. А мне сейчас нужно рассказать Давлану о разлагающихся трупах. Он как раз где-то здесь находится. И там какое-то еще задание у меня, по-моему, есть. Я сегодня хочу, знаете, куда сходить? Я хочу сходить сегодня в деревню Коннала и выполнить там задание, парочку. Так. Оставь меня в покое. Давлон, ты был прав. В ванной бросили в реку трупы. Этого я и опасался. Этих извращенных ублюдков следует перебить, как собак. Подай-ка мне мой топор. Я сложу их черепа в кучу у своих ног. Как? Как? Так, я могу взять кое-что у тебя, да? Давайте выберем что. Юбочку я уже одну прикурил, нормальную. И давай возьмем, может быть, нашлемник Дикой Ярости. Он будет посильнее, да? Давай его возьмем. Я пока не могу его взять, естественно. Ну ладно. Деллон, не пора ли наказать ванов за то, что они отравили реку? Пришло время. Кровищи сегодня прольется много. Но сегодня не сегодня не знаю. Помяни мое слово. Теперь ты сможешь наказать их. Убей ванов-отравителей и их главаря. Каждый, кто оскверняет мою родную землю, подобным образом заслуживает смерти. Твои слова придают мне сил. Я знал, что на кемерийцев можно положиться. Да поможет тебе ненависть в бою, дружище. Ваны должны заплатить кровью за то зло, что причиняли нам. Расскажи Кинкейду, мастеру боя из Торина, об исходе и свадке. Прощай. Да, прощай. Ну что ж. Мы взяли задание. Еще одно. Я думаю, что мы его будем выполнять еще, наверное, не скоро. Сначала давайте торговцам продадим лишний хлам, который мне сейчас нет необходимости с собой таскать. Так, что у вас тут есть? Стражник, это не то. Так, где тут у нас торговцы? Торговец с эликсирами. Кажется, может быть, в повозок. Ладно. Мы никуда пока не едем. Вот торговец. Торговец с доспехами. Ну что ж, ты можешь у меня кое-что купить? То, что мне не нужно. Насчет сапогов. Сапоги эти, ну, довольно получше, наверное, будут. Все-таки, наверное, может, стоит их одеть? А? Как вы смотрите на это? Шапка, 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 шапка. Вот эту шапку, наверное, можно продать. Янтарные вусины тоже продадим. Так, книжка, книжка. Тотемный фолиант. Закрепленный персонал, при нахождении закрепляется. Мне такая штука не нужна. Тем более, она мне, как талисман, ничего не приносит. Хорошо, убираем ее. А вот насчет сапогов-то, да. Давайте вот это вот тоже продадим. Мне это ни к чему. Четыре серебра у меня уже есть. До золота, конечно, еще далеко. Давайте первым делом сегодня переоденем наши сапочки. Сапожки. Вот так вот. Да-да-да. Класс. И вот эти вот сапоги продам. Я все еще с этой картиной хожу. В принципе, наверное... Пускай она будет. А что у меня жетоны есть? Никаких жетонов у меня нет, кстати. Так, получено. Колючий плач иллюзий. Это получено? Так, ладно. Я пока не буду брать это все. Хорошо, давай с тобой еще поторгуемся, парень. Мне кое-что тебе нужно продать. Вот эти самые сапоги. Отлично. Ну, я думаю, что сабля строма... Да нет, она тоже ничего не стоит. Так что ее, наверное, тоже можно продать. Хорошо, не буду я таскаться со всяким хламом. Сок сладкого лимона. Я его не могу использовать? Нет, могу. Хорошо. Ладно, пока картину мы оставим себе. Зачем она мне, я не знаю. Но мы сейчас отправляемся в долину Уконнелла. Так, секунду. Давайте насчет задания поработаем. Так. У нас выполнены задания. Так, этого мне не надо отдать. Так, зубы. Так. Так, это мы пока еще не готовы. Скир на молчий глаз. Он, по-моему, находится в той стороне. Да, значит, мы не будем выполнять это задание. Мы вернемся вот сюда вот. Так, нам нужно доставить меха. Амулет. Так, это мы тоже выполнять не будем пока. Давайте сегодня чисто сходим к себе в деревню. Зубы. Зубы вернуть, зубы вернуть. Там же, да? Да нет, где-то не там. Ладно, давайте посмотрим дальше. Так. Ага. Лихийские равнины находятся далеко. А нет, подожди. Лихийские долины. Да, очень далеко. Китай. Наша задача, Китай. Доставить Камерийские миха. Это далеко. Дальше. Стигия. В Стигию мне нужно вернуться. Поговорить на болоте пурпурных лосов. Лотосов. И, наконец, последний. Тартаж. У нас еще не все задания выполнены. Переломный момент. Убить вождя пиктов. Да, уж. В рабстве. Поговорить с Гаром. Так. Добыть карту Редрика. Убей мастера ритуалов. Ну, насколько я понимаю, тут нужно не одному. Ловушка теней. Поговорить с Гензио. Так. Ну, ладно. Давайте возвращаемся тогда в деревню Коннелла. И закончим те миссии сегодня. Просто как бы не хочется, чтобы за спиной еще оставалось больше, чем у меня было. У меня и так за спиной очень много заданий осталось, которые я должен был выполнить сразу же. Далеко-далеко в начале. Так что, вот, отправляемся. Кстати, куда мы отправляемся? По-моему, выше. Да, выше по карте. Тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Нет, я что-то перестарался, да? Вот сюда вот надо идти. Нифига. Похоже, я чуть-чуть запутался в дороге. Нужно, видимо, идти дальше. Все-таки выше. Так, я ничего не перепутал. Или перепутал? Я сейчас блудить тут буду неделю, наверное. Да, на самом деле, по-моему, туда нужно идти. Сейчас попробуем туда спуститься. Спуститься туда без проблем. Пройдем. Да, вот он, проход. Есть еще выше проход. Туда мы и направляемся. Кстати, там нас ждут, опять же, те же самые волки. Ну, конечно, они уже для нас не представляют никакой опасности с их уровня. Ну, по крайней мере, можно что-то будет насобирать с них. Вот он. Вот он. Это неправильно я делаю. Я приучаю себя к комбо-ударам. Не все еще получается, конечно. Но кое-что уже в моих силах. Он всех... Я... Кто это? Ничего, он такой... Бешеный пес. Отличный удар. Отличный удар. Там еще один волк. Ладно, мы за ними как бы охотиться не будем. Случайно, если попадут, значит, попадут. Желающих нету больше? Я рад, что нету. Кстати, а там что за отметка? Верх долины. Ну, там, я помню, Йети были, да? Но мне не тех Йети нужно. Кто? Желающих нет? Желающих нет. Ветеран так далеко зашел от дома, просто жуть. Давно я не был в Кемерии, у себя в деревне. Как они горланят, а, эти волки. Тут вообще 19 уровень. То есть тут слабенькие ребята. Кто? Нет никого. Если кто нарвется, я готов. Рычат, рычат, из-за лика рычат. Кажется, что они вот совсем рядом. Так. Блин, вот эта пробежка бессмысленна. Туда-сюда можно было, наверное, сразу это сделать, задание. А я затянулся этим делом чуть-чуть, и поэтому вот так и приходится возвращаться. Но, по крайней мере, вернуться домой, это никогда не плохо. Это всегда приятно. вот я и дома, похоже. Я вернулся, кажись, домой. Так, теперь я могу взять все это добро. Зачем я это выпил? Спрашивается. Сам не знаю. Давайте переоденем эту юбочку. Теперь наша юбочка гораздо лучше смотрится. А эту можно продать. Так, ну что ж, куда мне нужно идти? Хорошее оружие. Так, хорошее оружие. Мне не надо хорошего оружия. Торговец. Купишь у меня юбочку? Ящик лунного сока, ящик напитка. А что это себе представляет? Уровень предметов 60. Я не могу его использовать. Он стоит дорого. Да, с моими деньгами, которые у меня есть, я вообще еще ничего не могу сделать толком. Так, это продаем. Это тоже продаем. Ну, я смотрю, закуки довольно хорошо платят. Так, ну что ж. По-моему, нам нужно куда-то туда где-то встретить нашего приятеля. Мне бы, конечно, наверное, купить себе лошадь, ты продаешь лошади? Ого, 75 серебряных. Ну да, ну да. С моими четырьмя вообще не о чем говорить, я еще слишком слаб для этого дела. так, ну что ж, возвращаемся к себе домой. Что у нас насчет карты? Карта нас не обманывает. вернуться к кожевнику. Для этого нужно подняться вверх, вон туда подняться. привет, друзья. Деревня, на деревню не похоже, как город получается. Она здесь огромная такая, большая. а вот и родные места. Так, а этот чё? у меня просил это чё-то какое-то задание, похоже, я не помню какое. И кто? Так, секунду. Поговорить сред... Ага, 30 уровень. Ну, мне еще долго до него. Да, он просил меня подойти, это было давно, я просто вспоминаю сейчас. У меня сейчас по большей части тренировки идет, и я пытаюсь учиться комбинационные удары делать, наносить. Ух, как горит все. Классно. Так, ну и что, куда идем? Как вас много, вот он. Да, у меня есть шкуры, которые тебе нужны. Давай сюда, я начну их обрабатывать. Возьми. Я много смогу сделать, из этих шкур. А наши защитники будут хорошо подготовлены к зиме. Вот твоя оплата, и я благодарен тебе. Так, ну что, редкий, юбочка, юбочка из плюша. Блин, вот, даже не знаю, что лучше взять. по-моему, вот это вот лучше всего, а по деньгам, по деньгам, это стоит 49, это стоит 50, это стоит 49, то есть, тоже 50, то есть, не очень большая разница, вот, может быть, все-таки юбочка, вот это вот. я много смогу сделать из этих шкур. Наши защитники будут хорошо подготовлены к зиме. Вот твоя оплата, и я благодарен тебе. Давай поговорим о чем-нибудь другом. О чем же нам с тобой поговорить? Ну, прощай. Будь осторожен, когда, ну, короче, что-то там. Да, здесь мы задание выполнили. Так стояло, а я так подошел. Я думал, это NPC. На самом деле, это девушка просто стояла тут, видимо, засмущалась. Так, ладно. Давайте пройдем в ту сторону, где-то у нас тут вот в той стороне в лагере беженцев нам нужно выполнить еще одно задание. В лагере беженцев мы пройдем, в общем-то, двумя дорогами можем пройти. Можем по сути пройти. Можем пройти немножко туда. Отдать Краусу Зубы Ванов. Чтобы больше уже сюда не возвращаться или возвращаться когда-нибудь в далеком будущем, когда я буду к этому готов. Идем дальше, выполняем те задания. Там задания намного сложнее. Мне нужно будет пересмотреть все свои настройки, все свои экипировки, которые у меня есть, и добыть хороший показатель, чтобы мне было легче с большими с большими боссами воевать. Вот так вот я скажу. Так, вот они беженцы. Где-то тут находится тот самый парень, который просил меня с зубами Иванов поговорить. Краус, что? У меня для тебя зуб Ивана. Хотел бы я видеть, как ты их выдергиваешь. Ладно, давай их сюда. Вот, вот. Так и представляю, как обрадуют их чербатые улыбки, их же оскверненные осквернительные могилы. Мне понадобится время, чтобы соединить все это. Ну, чего-чего, а времени у меня достаточно. Забирай свою награду. Круто. Ну, правда, он похуже, чем мой похожий. Ладно, возьмем. Я достиг нового уровня. Поздравьте меня довольно быстро. Так и представляю, как обрадуют их щедрые улыбки. это я читал. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Ладно, все, равно мне никуда спешить. Начинай. Прощай, парень. Да, как-то быстро, когда выполняешь задание, видимо, очень быстро повышается уровень, и теперь я уже 24 уровня, и теперь мне нужно искать 20 врагов 24 уровня, чтобы они мне давали дополнительные очки за убийство их. ну, все, в этой стране больше ничего нету. Возвращаемся назад, я думаю, что подыскать для новый домик пока я не могу выполнить это задание. Купец, Кемерейский рынок. Так, надо сходить и посмотреть, что это за купец такой. Смотрите, прямо у него такой цвет стоит, классный. давайте подойдем к нему и посмотрим, кто он такой, что он там продает. Так, чтобы не заблудиться, надо повнимательнее, я думаю, я вот тут пройду. тут две дороги. Какой-то клан помогает новичкам. Лошадь купить мне не удастся, потому что у меня очень маленький уровень еще. Сами понимаете, придется пока гулять пешком. Так, еще раз смотрим, где у нас, а, он как раз здесь находится, этот торговец. Давай-ка мы с ним пообщаемся. Вот он, Борча, кстати, я с тобой уже говорил вроде. Ну-ка, иди сюда. Что ты хочешь? Чем ты занимаешься? Я был моряком много лет ходил по морям, океанам, повидал множество ужасных чудовищ. Да и ты выглядишь так, будто знаешь, как пахнет морская соль. Довелось ли тебе в своих плаваниях встречать каких-нибудь ужасных тварей? Однажды мне встречался лев, крадущийся по волнам. Лев по имени Амра. Так, 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 неужто Дикарио в конце концов вспомнил о своих обязанностях? Добро пожаловать в братство! Ты увидишь, что у нас всегда полно работы для настоящего смельчака. У меня есть задание, которое нужно выполнить немедленно, если это тебя интересует. Очень интересует. Ступай, слушай внимательно. несколько недель назад здесь проходил парень по имени Телунг. Он здорово проигрался кому-то из моих людей. Затем он направился в долину Коннала, чтобы поубавить ванов, набрать денег и расплатиться с долгами и не вернулся. Мне нужно, чтобы ты нашел Телунга и вернул моим ребятам деньги. Как мне найти Телунга? Поговори с Кованом. Его найдешь на входе в долину Коннала. Если кто-то и видел Телунга, так только он. Удачи. Прощай. Прощай. Так. Ну что ж, давай возьмем еще какое-нибудь задание. Похоже, эта отметка как раз насчет задания. Да? Или что? Или это торговец кемерийский? Да. Это кемерийский купец. Чем ты торгуешь? Так. Хранить, продать, купить. Так. Я хочу хранить, знаешь, что? Так, так, так. Я хочу купить ячейки. Сколько стоит купить ячеек? Купить. Так. Хранить или продать? Купить ячейки. Так. Неужели в магазине это все? Точно, это все только в магазине делается? Блин, мне бы не хотелось в магазине это все покупать. Так, дай-ка мы положим туда вот эту штуку. на хранилище положим, да? И вот эту юбочку мы переоденем. А вот это будет покруче, наверное, да? Да. Давай вот это сложим пока сюда, не будем ничего продавать и оставим на хранение вот этому парню. я думаю ты не будешь против того, чтобы купить ячейки я не могу по той причине, что они стоят дорого, да? Насколько я понял, да. Хорошо, не можешь, так не можешь. Вещи, надеюсь, не пропадут, да? Да, похоже, не пропадут. Ну, я на тебя рассчитываю. Я возвращаюсь назад. Я возвращаюсь назад, здесь больше делать нечего. В принципе, тут моя родная деревня. Тем не менее, надо возвращаться. Меня больше здесь ничто не держит. Деревня Конвола. Распросить кого на имб игроке. Так, ладно. Отправимся еще сюда. Стандарт, конечно. Какой нафиг Эпиас? Ну, что ж, возвращаемся назад по дороге с облаками. Каван, а вот я тебя и нашел. Чем могу помочь? Я ищу человека по имени Тилунг. Тилунг? Да этот дурак был здесь на прошлой неделе, пытался выиграть у меня деньги на еду. Он сказал, что ему срочно нужны деньги. Куда он пошел? У него была какая-то дурацкая мысль, что в паучьих пещерах на другой стороне долины лежит золото. Несмотря на то, что нас в пещере отделяет армия захватчиков ванов, он помчался туда. Возможно, череп этого осла уже расколола ванская секира. Жаль, он ведь был мне должен. Хорошо. Доброго. Всего доброго. Ну, что ж, возвращаемся в долину Конолла и, я думаю, туда возвращаемся к деревне Морох. Да? А лучше всего наверное вернемся вот сюда. Подожди, нет, вот сюда вот. Да, жилище вождя. Вот сюда вот мы возвращаемся. И, я думаю, на этом сегодняшняя серия подойдет к концу. Сегодня мы собирали награду за то, что мы сделали и достиг я уровня 24-го. Значит, значит, все только начинается и моя игра здесь сколько волков. Я думаю, я вот этих вот ребят вообще легко буду валить, но мне ни к чему они. Барзучка я вообще могу косоватый, а? С одного удара. Ничего подобного. Оу! Вы решили за мной погнаться? Ну, зря. Вы это сделали. ты все еще жив? Странно. шерсть. Я никогда не откажусь от шерсти. Быстрого перемещения вот нету, к сожалению. показалось. Так бы можно было переместиться с одного места на другое сразу. Но вообще-то есть тележка, да, на тележке можно добраться из одного места в другое, насколько я понимаю. Но похоже, не по этому месту. Давайте тренироваться. так, шестой. Отличный удар. Я тренируюсь больше для порядка, чтобы мои способности были лучше потом, когда вдруг мне понадобится биться с более серьезными противниками. комбинацию нужно знать наизуок. Блин, такой здоровый. Ты хочешь мне что-то сказать? вам здоровья не хватит так против меня воевать, ребят. Сегодня, конечно, серия может быть не очень большая, но все равно все дела надо делать, все надо выполнять и сейчас уже пойдем дальше, уже выполнять сложные задачи, как раз именно в деревне вот в этой у нас будут большие сейчас. Вау! Иди сюда! Вот козел кусанул меня и убежал, придурок. идиотов. Я просто смотрел, можно ли по этой речке прыгнуть вниз и спуститься в деревню. Кланомоган. арена смерти. Да-да, вот это то самое место, куда мне и надо было добраться. Не обессудьте уж, но смотрите новое видео, все нас ждет впереди. Я все-таки до сих пор надеюсь и представляю, что кто-то из вас присоединится ко мне, хотя меня догнать уже не так просто, потому что я нахожусь в другой территории, я уже ушел далеко от Тартажа, я уже дальше, но встретиться с вами могу всегда. Подписывайтесь на канал, не забывайте про лайки, жду в ваших комментариях, всего вам доброго, пока. пока.